Привет, друзья! Короткое видео с Крита. Прилетел. Последний раз, когда я был на Кипре, понятно, Кипр, не Крит, там меня встречал, ну как встречал, таможенник был с именем Христос, а если ударение ставить правильно, то Христос. Я подумал, а вот в этот раз будет ли мне Христос или Христос встречать водителя? Автоуса был Христос, естественно. Ну это, опять же, это частое такое употребляемое имя здесь, но тем не менее, Христос меня встречает. Маленькое сделало открытие, я сделал пост в соцсетях, что в планах три города, во всяком случае три, можно посмотреть, самолет летает. Ну, летает, в общем. В виде звездных крепостей, план крепости, как звездная. Мы знаем, что такие крепости и в Сибири найдены, и в Европе, и в России. Ну, Кражданская крепость самая такая яркая, сохранившаяся крепость звездная. О чем это говорит? Ну, два таких вывода, которые можно выбрать или соединить. Первое, то, что, ну, такая была технология или такой тип построения крепостей. Второе, то, что была единая цивилизация, которая строила такие крепости от Сибири до Крита. То есть это, может быть, или разные государства, которые приняли за такой стандарт, или такое было у них развитие цивилизации, строить так. И это было единое строительство в едином стиле. Вот. Ну, такой небольшой, может быть. Ну, вот местная тут женщина, которая продавала туры, мы себе немного попикировались. Ну, не то, что попикировались, но она такая властная, настойчивая. Стойчивая. Пыталась мне там сказать какие-то свои принципы в таком тоне. Вы никогда никого ни в чем не переубедите. Вы занимаетесь своей жизнью. Не надо ничего ни на кого влиять. Есть такое выражение, никогда не говори никогда. Вот. Ну, в общем, так поговорили. Такая нормальная, добрая женщина, но вот такая вот с учительским наклоном. И это ей в жизни мешает, как я так понял из разных фраз. В итоге для меня было это удивление по поводу крепостей. И кое-что там еще сказал, там, как я был в Венеции, на Мальте, там еще где-то. Ну, в плане исследований исторических, она так прислушалась. Ну, перестала уже так, как это, давить на своем авторитете. И, значит, в скором времени поеду на Санторин, притом в надвигающийся шторм. Там была... Сейчас погода должна подать, что штормовая. И, говорю, ну, я, во-первых, попробовал шторм сгладить, с другой стороны, интересно побывать в шторм во время шторма. Притом, корабль будет большой. Я попал в шторм, когда был на Мальте. Было здорово. Я там пытался снять видео, у меня телефон упал, разбился на части. Ну, в смысле, он остался целый, я его собрал, он уже стал работать. Samsung чемпион. Ну, в общем, было интересно. Суденышко было маленькое, а это большой корабль в шторм. Поэтому мы будем смотреть, что там. Вот эти вот... Или Чехия, или кто-то, или Болгария. Ну, такие громкие, просто, я не знаю, как-то или они глухие, или любят так громко разговаривать. Как насчет говорить все, как цыгане. Ничего больше не слышно. Вот. И, значит, там что будет? Первый день будет стандартная экскурсия. Притом, вот у нас на картах этот город, Сандарин, написано Тира. Здесь так никто не называет Фира. Фира, правильное название. Почему у нас Тира? Маскирует супостат. Фира, это нормально. Типа, как была богиня какая-то, Фира. Вот, в честь ее. Говорю, а Бог, был такой Фир? Ну, я не знаю. Вот. И вторым днем я побываю на вот самом вулкане. Там просто короткая прогулка до, ну, на кораблике, до этого вулкана. Там вокруг проплыть можно. Ну, в общем, прямо центр событий. Ну, и тут тоже в понедельник я пойду в музей. А, пещера, типа, где родился Зевс. Ну, не знаю, родился нет. В общем, впереди экскурсии. Пока что вот пытаюсь отдохнуть. Нет. Море соленое. Думал, сладкое. С морем соленое. Вот. Ну, в принципе, все. Если что будет, я еще одно сообщу.